Добрый вечер Добрый вечер Еще где-то А формат этого фестиваля Он особенный И как я чувствую И как мне кажется Он должен развиваться дальше И Лена Фролова вчера с Ирой Они этот офф такт задали И надо его принимать Потому что О чем говорилось на концерте В общем о О судьбе человека О сердце, о душе Потому что ну мы не Маски Здесь показываем Масок нам И в жизни хватает Сплошной театр А сюда наверное Вот раз такое место Особенное Надо приносить сердце Надо приносить душу И вот Может быть через раскрытие Внутреннего мира человека Его судьбы Связаны с родненной С этими инструментами С звуками Теми величайшими смыслами Мне кажется Вот это Это главное И если Это будет раскрываться Мы Сможем Лучше Понимать друг друга Чувствовать друг друга Помогать друг другу Вот И Идти По этой жизни Вместе Понимать куда идешь И я очень благодарен Лене Что она меня Все таки вытащила Со второй попытки Леночка Извини что я Ну вот И С гуслями тоже Очень много Связано Таких традиционных смыслов Кроме того что Ну вот мы знаем что Это корневая наша культура Неразрывно связанная с жизнью С жизнью С жизнью Нашего народа Вот Разными сферами Этой жизни И мы видим Проявление Вот Гусли в разных Ипостасях Это и гусли Исказительские Это гусли Под пляску Это гусли Для души Помните Садко На берегу Озера Ирмень В одиночестве Играл И Часто Вот инструмент Покупают И даже Приобретают Заказывают Именитые музыканты И спрашиваешь Через несколько лет А что вы играете Она говорит Ты знаешь Вот Приду вот домой Уставший После 11 И сяду на диванчик Возьму эти гусельки Вот так пальчиком Проведу И как-то Сразу отдыхаешь Приходишь в себя Вот Я думаю Ну что такое вообще Ну такой музыкант Наверное сейчас Должен что-то такое важное сыграть Такое интересное Виртуозное Нет Говорит Я вот Ты знаешь Вот просто прихожу в себя Я вспоминаю По экспедициям Рассказы о том Как мужики После бани Попарившись Хорошенько Заходили в избу Ложились на печку И брали Гусельки Клали на живот И тихонечко Тоже вот так Переводили пальчиками Вот что это было Вот И не обязательно Вот играть Виртуозно Как-то Сверх Сложные Какие-то вещи Это какой-то Важный инструмент Ключик какой-то Вот мы Ключиком Настраиваем гусельки Чтобы они звучали И душу Так же вот Видимо надо Настраивать И что-то с ней Происходит В этот момент И Я Веду свой разговор К тому Что Мне посчастливилось И Встречаться с Владимиром Ивановичем Поветкиным Беседовать Когда я еще Юношей был Когда у меня Глаза были открыты И Взгляд был чист И Открывались Какие-то Не знаю Высоты Сердцу И они очень важны Потому что Инструмент Он живет Не сам по себе Он живет Среди людей Он Занимает Своё место В той среде Как мы Вилкой едим Через этот инструмент Мы тоже Общаемся И он выполняет Важную Такую регулирующую Функцию Он нужен Для пляски Многие Гусляры Даже Егор Стрельников Я помню Этот самый Володя Скунцев Говорит Ну Егор Ты хорошо Играешь И поешь Но ты Какой-то Недогусляр Ну сыграй Хоть один Традиционный Наигрыш Но он Обижался Обижался Но потом Начал Чего-то Такого Играть И Традиционные Немножко Брезгуют Музыканты Традиционными Наигрышами Вроде бы Кажутся Они Однообразные Вроде бы Кажутся Какими-то Такими Неинтересными А вместе С тем В них Другое Время И в них Каждый звук Появляющийся Событие Вот И он Создан Для пляски Он создан Для времени Как знаете Как песня Ну скажем На севере Ну от Суры до Карпаго На лодке Там Или на Лошади И у бабушек Спрашиваешь Вот бабушка Вы где Такую Как вы Смогли Запомнить Такую Длинную Песню Ну так Говорит Ехала Там в телеге Мужик Пел Я Один раз В жизни Говорит Ее и слышала Но я Говорит Ее поняла Я поняла Песню Ей достаточно Было Один раз Услышать И Понимаете Гусы Входят В нашу Жизнь Вот я Очень рад Что скажем Наши Ребята Которые Возрождают Традиционные Боевые Искусства И Им Нужна Музыка Нужны Наигрыши Для боя И они Играют Они обращаются В скотским Наигрышем Значит мы Не зря Записывали Их Вот И мы Сразу Вспоминаем Как Добрыня Всегда имел У себя Гуселки А когда А когда Мы Видим Фотографии Наших Солдат Первой Эмпиристической Войны Да и Рассказы О второй Войне Оказывается Фабрики Петербургские В блокаде Не Безостановочно Выпускали Гармошки На фронт Гармонисты Гармонисты Говорят Я спал С гармошкой Встану Ночью Возьму Аккорд Она при мне Все нормально Все хорошо Понимаете Это Это боевой дух Это символ Родины И поэтому Вот эти вот Ниточки Смысловые ниточки Гусли Самогуды Гусли Которые Вот Имена им дают Самогуды Они как бы И без человека Звучат И играют И вот этот образ Для меня Он тоже ключевой Потому что Хочется создать Инструмент Который Звучал бы так Что Сам звучал Долго звучал Красиво Нес звук Иногда это удается Может быть Первый раз У меня получился Инструмент Один из первых Такой Вот А потом Долго не получалось Думаешь Вот Все время Так будет получаться Нет Вот Но я понял Что вот эти инструменты Которые Кажется Что вот они Вот это фольклорный У них звук Что они звучат Они могут звучать У них Хороший звук Красивый звук Долгий звук Вот это тоже Инструмент Хотя он такой Соберуха По сусекам По скребу По амбарам Помел Вроде бы Сделано из того Из чего попало А получилось Вот хорошо Вот Я немножко поиграю И конечно Я сейчас вспомнил Владимира Ивановича Поветкина И Юношей Вот я услышал Как он играет И В сердце моем Что-то сказало Ну вот Так ангелы Предпрессовом Божиим играют Вот что-то Резонуло В сердце Вот оно Вот там Вот так Они там играют Это небесное Что-то И вот к этому Небесному Идешь всю свою жизнь Через каждый инструмент Вот Начинаешь его заново Вот И думаешь Ну вот сейчас Наверное Вот попробую-ка я Из этого дерева Попробую-ка я Эту конструкцию Вот А этнографические инструменты Каких только там нет Из березы Из дуба Из ольхи Из липы Из елки Там Из всех пород Ну думаешь Ну вот это вот Точно сейчас Будет такая Какая вот Вот в сердце звучит Ну вот И все время Вот как бы Вот к этой красоте Желание ее воплотить Вот идешь Идешь Я не говорю Что у меня получается Но я рад Что многие музыканты Играют на этих инструментах И Сережа Старостин И Женя Бунтов Да и у нас в Петербурге Многие Вот И хочется сделать Для каждого Вот свой инструмент Дать ему голос Чтобы человек мог На нем все сказать Все что На душе есть И Скажем Вот образ Гусли мысли Он тоже Вот уже Об этом много говорили Вот И почему Вот это гуси И гусли Прилетели гуси Уронили гусли Прилетели утки Уронили дудки Гуси и гусли Не случайные образы Зачем крыло Гусли Вот И Даже этимология слова Она Она Родственна Как и мысли Вот они Невидимые Но сказанная мысль Или начертенная Написанная И обретшая образ Она становится Понятной И читаемой Но сказанное слово Согревшее Другое сердце Оно Затихает Оно Растворяется В тишине Как бы Улетает И как И мысли Я не знаю О чем говорил Владимир Иванович Поветкин Я это чувствую Но Вот Эту мелодию Которую он играл Я расскажу И вам И она Как гусли Прилетела И как гусли Как гуси Улетела Которую он играл Которую он играл Которую он играл Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И еще раз повторяю эту идею, что надо делать нам форум «Мой первый инструмент», чтобы люди делали инструменты, общались, чтобы рассказывали, как они захотели сделать инструмент. И это очень нужно. Это целый роман. Спасибо. Александр Теплов. Город Санкт-Петербург. Ансамбль «Топотушки», а также «Перезвон». Спасибо огромное, ребята. Сейчас мы продолжим нашу, так сказать, еще пока подрастающую детскую историю. Серова готова у нас? Нет? Не готова? Так. Тогда давайте Ира Пыжьянова. Ирочка. Ира! Ты слышишь? Ирина Пыжьянова. Город Пермь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто-нибудь поможет? Мне второе. Или мы с тобой как-то помесимся. Полесьте. Спасибо. Начну с пермской песни «Листички шумят». Листички шумят, 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 ой, с древом говорят, с древом говорят, говорят, ой, ванюшу бронят. Ванюшу бронят, да бронят, ой, женится, велят. Женится, велят, да велят, ой, женись, Ванюша, женись, Ванюша, Ванюша, ой, возьми, Танюшу. Вези. Возьми, Танюшу, Танюшу, ой, 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 рад бы женился, Рад бы женился, женился, ой, ой, суладу тут нет, суладу тут нет, да все нет, ой, хмелюшка да повял. Хмелюшка повял, да повял, ой, зеленой да поблёк. Спасибо. Спасибо. Ванюша, который не хотел жениться на Танюше, вот, и нашел к этому разные отговорки. Вот, у него и хмелюшка повял, и зеленой поблёк, не сварить ему пиво на свадьбу. Вот, а следующая песня, которую спою, на самом деле её я услышала, есть такой мультфильм, когда песок взойдёт. Вот, он снят в 1986 году, и там звучит баллада. Она ни разу её не слышала в этнографической записи, и из известных мне фантазистов, о которых я интересовалась, знают ли они такой текст, знают ли они такое исполнение, такой мелодии, такой напев. Сказали, что нет. Вот, может быть, она авторская, а может быть, народная. Спасибо. Воспоил, воскормил отец сына, Воспоя, воскормя, не взлюбил сына, Не взлюбил сына, со двора сослал, И поди-ка, сына, со двора долой, Испознай-ка, сын, чужую сторону, Чужую сторону незнакомую. Как у молодца в него было три сестры, Три сестры, и три родимые, Как большая сестра коня вывела, Как сиренняя сестра седло вынесла, Как меньшая сестра плетку падала, Она, падавши, слезно сплакала, Во слезах, братство, слово ты молвила, Да когда ж, братец, ты назад будешь? Уж вы, сестры, и вы мои родимые, Выводите-ка на свиньё моё, Вы возьмите-ка песку жёлтого, Да поседите в саду у батюшки, Да когда песок зайдёт, Ты и растет, Я ждать, отёстры, К вам назад будешь? Как прошло, братцу, ровно девять лет, На десятых ладьёстры искать пошли, Как большая сестра в море щукаю, Как сиренняя сестра в поле сокола, А меньшая сестра в море щукаю, Как большая сестра в море слышала, Как сиренняя сестра в море слышала, Как меньшая сестра в море слышала, Что лежит у них добрый молодец, На дикой стихий на заратовской, Его добрый лунь в головах стоит, Он копытом об сирную землю пьёт, Ты устанет праздник с добрый молодец. Субтитры делал DimaTorzok «Надоела жизнь надокучила» Мне безмела жизнь похожила, Я пойду остаски у тёмные ляски, У тёмные ляски через чистый бурь, Через чистый бурь, Через чистый бурь на боярский двор, На боярский двор, На боярский двор, Кродная матушка, Кродная матушка, Ты преграродная матушка, Присоветуй-ка, Ну которого мне дружка любить, Ой, мне дружка любить, Или в леешь небо, Или в дальнем, Ой, или в дальнем. А когда они вдруг часто пеют, Письмы шлют, Ой, часто письмы шлют, Ну а блин, И ж не вдруг ко мне сам придёт, Ой, ко мне сам придёт, Ну а да, Не вдруг сухота моя, Ой, сухота моя, Ну а блин, И ж не вдруг красота моя, Ой, красота моя. А! Ещё будет песня «Под гусли стреловая». Эта песня пелась, вообще-то хороводная песня, И пелась она в первый день выхода в поле. Как пошла стрела, о, в коне тела, эхэ-люля, 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 Доброго молоца, эхэлюля, доброго молоца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пастух играет песню на рожке Субтитры создавал DimaTorzok Горю Добро пастух Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пастух Добро пастух Добро пастух Добро пастух Ирина Бышьянова, город Перми. Спасибо. Спасибо тебе, Ирочка, за то, что вообще к нам приехала и за потрясающий мастер-класс. Я просто сегодня была в очередной раз потрясена этим удивительным, талантливым человеком. А сейчас я хочу пригласить на сцену, ну, на мой взгляд, очень важный даже по названию и по своему существованию коллектив. Он называется «Семейная традиция». И, собственно говоря, это просто семья, которые, да, уже в трёх поколениях поют. Вот, собственно говоря, это самое, наверное, вот точное определение того, что сейчас здесь происходит и хотелось бы, чтобы происходило в нашей жизни, это семья Николая и Евгении Серовых. А нам бы хотелось напомнить, что каждое воскресенье, воскресенье – это Малая Пасха, а волочебники раньше ходили с гуслями от дома к дому. И звали их так волочебники, потому что они шатались, волочались, приходили, поздравляли. И чтобы принести в ваши сердца немножко радости, мы сейчас и хотим вам спеть волочебную песню, пасхальную. «Христос воскресе!» По улице по широкой, Христос воскресе, не Божие, в траве, муравьи, поселенникой, Христос воскресе, не Божие. Пошли, прошли, волочебнички, Христос воскресе, не Божие. Волочебнички, не так очень нички, Христос воскресе, не Божие. Платежки, не так очень нички, христос воскресе, не Божие. Шаткаются, облачаются, Христос воскрес, не Божий! За тому ли двору поводят тому, Христос воскрес, не Божий! Хозяину дарова тому, Христос воскрес, не Божий! Итак, от двора к двору! Подари, хозяина, яйцо, салечу, Забожите, не нахуй! В 90-м веку Христос воскрес, не Божий! Поводи, сыну, жених, Христос воскрес, не Божий! Горелку на дочках дома, Христос воскрес, не Божий! Подари, добро, Христос воскрес, не Божий! А Серафим Саровский чудостворец, Всегда так и здоровался! Христос воскрес, не Божий! По улице по широкой, Христос воскрес, не Божий! Поводи, провед, поводи, Леникай, Христос воскрес, не Божий! С праздником! И еще одна знаковая песня, она называется «Россия». Потому что не признаю я этого, что мы все россияне, мы все русские. А страна наша настолько она вот разная, настолько она красивая. А у казаков есть даже вот такая песня, что сама себе сына героя родила, и казаком его Платовым назвала. Потому что корни у нас казачьи, и основные песни у нас все казачьи. Поэтому мы хотим вам подарить нашу Россию. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Славы, я не про тебя. Свадебная песня, она всех затрагивает. И детей, и взрослых, и женщин, и мужчин, и тех, кто еще замужем не был, и тех, кто уже и хорошо там находится. Так что здоровья вам, семейного счастья! Свадебная песня Свадебная песня Свадебная песня ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Семейная традиция. Ансамбль Серовых. Семьи Серовых. И сейчас я на сцену вызываю ансамбль из города Ставрополь. Лествица. Здравствуйте. Мы из города Ставрополь, с юга России. Добирались долго. И вот пока добирались, песни учили. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Да, все хватает. Пока все хватает. То есть все есть? Все работает. Чурный ворон. Песня Тонских казаков. Чурный ворон. Чурный ворон, друг ты мой завалюетный. Где летал так далеко? Где летал так далеко? Ты принес нам черный ворон, ручку белую с кольцом. Ты принес нам черный ворон, ручку белую с кольцом. Ручку белую с кольцом. Вышла, вышла, скажем, на корнеечка, па, шатнулася слегка, па, шатнулася слегка, па, шатнулася слегка. Да, по колечку друга я дозналася слегка, па, шатнулася слегка. Чья у ворона рука, это рука, молодой милой, о вас знать, убит он на войне. Чурный ворон, друг ты мой завалюетный. Где летал так далеко? Простите за маленькую заминочку, но нам нужна была лавочка. Следующая песня — это северный духовный стих Содома Гамора, над которой мы позволили себе немножко поэкспериментировать. Добавили туда субстиле горлового пения тувинского, и вот что у нас получилось. Содома Гамора, северный духовный стих. Вечер сумерки опускались у Содомских уворот. Содома Гамора, северный духовный стих. 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 Содом Гамора, северный духовный стих. Содома Гамора, северный духовный стих. Содома Гамора, северный духовный стих. Содома Гамора, северный духовный стих. На ваш суд. Абрикосовая душа. Содома Гамора, северный духовный стих. Содома Гамера, северный духовный стих. Субтитры создавал DimaTorzok 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 нового участника тоже нашего фестиваля. Человек, который провел сегодня мастер-класс по гуслям, ученицу Дмитрия Парамонова Марию Смирнову. Сейчас я исполню для вас наигрыш в осадуле в моей обработке. Субтитры подогнал «Симон» 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 А сейчас вы слышите песню, которую мы обычно пели у Дмитрия Парамонова на четвергах. Это такие собрания, где приходят все музыканты, играющие на народных инструментах, и мы вместе играем, что хотим. Но в основном традиционные какие-то песни, наигрыши. И эта песня называется «Отрадясь, тоски не бывало». «Отрадясь, тоски не бывало», «Что вечер, тоска нападала», «Что вечер, тоска нападала», «Отрадясь, такого не бывало». «Я ждала, дружка дожидалась», «Я на силу его дождалась, попередничка образилась». «Уж ты, миленькая, мой, не смейся!» «Уж ты, миленькая, мой, не смейся!» «На меня на красную девку не надейся!» «На меня на красную девку не надейся!» «Отдают меня девушку за муж!» «За старого старичонка!» «За седую его, за бородинку!» «Не можем уже старому владать!» «Не можем уже старому владать!» «Владать дружку Иванушку!» Я, которого бы девица влюбила, Золотым его колечушком дарила. Золотым его колечушком дарила, Не зато ли меня мамонька бронила? Золотым его колечушком дарила, Не зато ли меня мамонька бронила? Я вечерка пустку полимала, Между грядкой лицо потеряла, Приходила нелюбимая подружка, Приходила нелюбимая подружка, Между грядкой лицо находила, Между грядкой лицо находила, Моему дружку подарила, Моему дружку Иванушку, Я, которого бы девица влюбила, Я, которого бы девица влюбила, Золотым его колючишком дарила. А хотя с тоски не бывало, Что вечер тоска нападала. Я хочу пригласить на эту сцену Очень дорогого нам с вами гостя, Гости с Украины, Наталью Сербину. Добрый вечер всем. Сейчас я спою полейскую песню О короле, его жене и их ребенке. Король собирается на войну, А ему говорят, погоди, у тебя жена сына родила. Он говорит, ничего, пусть она его воспитывает, Он вырастет и будет воином. Синее югозы, ружер узлеева, Ецаку, щука, ере, ебонька жи, Веке еда гаец. Щука, ере, ебонька жи, веке еда. Ецаку, король, на войну же збебе ера гаец. Гороли, короли, вернись до, Дом, гаец. Дом, гаец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дня в свете правды Правди не зіскати Тільки Твої правди Всюрідна я мати Уже ж тая правда Слезами ридає А злаяльне правда Все п'є та гуляє Тепер та я правда У пані в темниці А злаяльне правда З панами в світлиці Та хто буде правду В світі исполняти Тому зошли Господь Свої благодати У Ісусе Христе Сосино Зарянський Умилуй пожалуй Весь мир християнський Зарянський 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 Жизнь України Всегда була связана С казачством И это були Конечно В фольклоре Було багато сюжетів Связанних С убитими казаками Которым Приходили їх матері Жені Сестры Оплакивати Следующая пісня Полтавська Вот как раз На эту тему О, я рёл Те, я рёл Лиси Зокрилу Мой Та Ой Де ж ти Я рёл Літа Ой Що ж ти И Видав Ой Видав До Ницявы Битого Та До Ницявы Ницявы Битого 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 Упилы Упилы Сяяш Трила Астушки Упилы Упилы Вторая сестра, что другая власть в кату, Редина я сестриця, я третяя, ой, ластівка, Редина я сестриця, я третяя, ой, то свою олуджена. Дематянка плачет там реченька Тегичи, Редина я сестриця, ой, там стоять крениця. Ой, де сестриця, там стоять крениця, Редина я сестриця, ой, там слези нема. И сейчас еще лирницкая песня о двух братьях-казаках, умирающих в поле и разговаривающих между собой о том, кто же за ними присмотрит. И тут появляется орел, говорит, я выклюю вам глаза. Они говорят, погоди, пусть узнают сначала наши родители, отплачут нас, закажут службу, а тогда Бог заберет нашу душу, а тогда уже ты прилетай и делай свое дело. Музыка 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дело в том, что Сергей Старостин, который в прошлом году тоже вместе с нами запускал лодку фестиваля Гусли Мира Подарил нам вот такое новое звучание Гусли Мира, наверное, это и будет Гусли Мира в конце концов Вот лодка Струн, то, что назвали Это лодка, которая называется Ботник, которую сделали умельцы из Нижегородской области Вот, и две эти лодки появились здесь в Суздале у Владимира Мартынова нашего И Александр Леонов, увидев их, вот сделал из них такую лодку Струн, который стал такой визитной карточкой вообще, наверное, вот этого пространства Суздальского и вот всего этого фестиваля Вот такой лодка Струн Я хочу ее прийти к нам сюда И очень хочется, чтобы в этот момент звучал именно голос поэта Марина Кулакова, Нижний Новгород Я в который раз думаю, уже второй день, второй день здесь, что песня — это невероятное, удивительное таинство Я хочу показать вам стихотворение, которое написано было на съемках фильма о Ботнике «Сделай себе Ботник», называется этот фильм И его история немножко таинственна и мистична Дело в том, что история называется «История про гусляра и висляра» и «Лодку Ботник в лесах» и «Песню в небесах» Все герои — реальные люди Мастер Сергей Старостин — это гусляр Мастер Михаил Сергеевич Напылов — мастер, который создает Ботники И то, что произошло с нами, это удивительная история Распозвал висляр гусляра в вислярню «А не сделать ли нам гусляр для тебя песнярню?» «Нет, — говорит гусляр, для меня целый мир песнярня Я хочу сделать себе лодку Ботник «Хороша мысля, — говорит висляр, — но скажи, висляр, мне Почему же вам, песнярам, не нужны песнярни? Я давно гляжу, на тебя гляжу, не пойму, хоть тресни Из чего же вы, хоть едва же вы, из чего и как ладите песни? Где у вас весло? Что за ремесло? Как его управить? Где у вас резец, если не топор? Где у вас упор, если не лукавить?» «Ладно, — вислотес, — говорит гусляр, — погоди-то вопрос, не все к ряду Твой вопрос кружит, мой вопрос пророс и в лесу дрожит Мне надо сделать себе Ботник Ладно, — отвечал висляр, — только ведь не скоро Вот уже октябрь, вот уже зима, вот уже январь, вот уже пора Выбирать тесину, стройную осину Ладно, — отвечал висляр, — набираем духу, набираем слуху И отцу и сыну и святому духу, помолясь, отойдем в леса Далеко в леса, ты и я выберем поляну Ты встанешь, я встану Ладно, — отвечал висляр, — но только давитый гусляр Песню напевал, так она мне снится Отчего слова этот звук молва, этот зов молва Помнится и мнится Что за жар навар, что это за мед, что это за гнет Что летит и давит, отчего томит и куда зовет Душу светом плавит Но, висляр, все в тебе не имется Ну, бог даст, может, и поймется Вот уже пойдем, может, и поймем А пока рано Выберем поляну Далеко встану Далеко гляну Деревом встану И ты встанешь, встанешь и глянешь Выберу тебя Выберешь меня Ладно Вот уже весна Добела красна Мартовские силы Забираем пилы Чтоб пилить, валить Чтоб рукой обнять От земли отнять Сердцевину взять Оголить Выдолбить Вымучить Удалить Над огнем держать Над огнем палить Сделай себе ботник Где твоя земля? Вот у комля Где твоя вершина? Вот моя вершина Где твоя крушина? Вот моя крушина Вот меня срезает Человек-машина Чтобы взять кору Вся я не умру Только поутру Протяни ладонь Там под сердцем Сладко Без коры гладко Жемчужно-нежно Чуть-чуть Странно Почти стыдно Не должно быть видно Как гладят Под сердцем Чуть-чуть больно Это оболонь Протяни ладонь То мороз То оттепель Ветерок роптал Костерок В падинку Раскопал Где коловорот? Вот Вот коловорот Весной Всего не в проворот Надо много Дырочек Наворотить Их старожками Заколотить Каждой дырочке Свой старожок Чтобы уточнять Как утончать Чтобы уточнить Насколько утончить Чтоб строгая Стружок Уж совсем-то Дочисто в стружку Стружок Не выстрогать Вот Стружки поставлены И теслой Ты уже снимаешь За слоем Слой Положи ладонь Это Оболонь А внутри Лона Там время Оно Там время Оно Оно Бездонно Оно Сердцевинно Оно Животворит Тихо говорит Голосом Осиновым Вот я росла Росла А тесла Меня Вытесла Мне не все равно И вам Не все равно Как выровнено Закруглено Нет Не все равно Зодчему зерна Как выровнено Закруглено Как сделано Зерно И куда Заронено То ли Рождено То ли Похоронено Вот уже Апрель Укрыли Утаили Меня Продлили И я Себя Длю Для того Которого Люблю На земле Лежу Под ветками Еловыми Светом Исхожу Сладостью Сочусь С нами Исхожу Бестолковыми Лежу Под снегом Он тает Небом Питает Весляр Положи Ладонь Это Оболонь Впереди Огонь Разводи Огонь Вот костер Надья А над ним Ладья Разводи Чтобы она Сама себя Открыла Развела Свои Недра Как бедра Чтобы задрожала И саму себя Разжала Над огнем Чтобы почернела В нем Вот тогда Она станет Ботником Сколько не живешь Больно Хоть Живи Больно Хоть умри Больно Хоть воскресни Сделай себе Ботник Это надо Вдвоем С тобой Вдвоем С водой Вдвоем С землей Вдвоем С огнем Вдвоем Заодно Поймем Может быть Поймем Как делаются Песни Спасибо Спасибо Марина Кулакова Добрый вечер Я исполняю Русские Духовные Стихи И Для начала Мне хотелось бы Спеть Поморский Духовный стих Красное солнышко Да закатается Вообще Стихи о расставании Души с телом Обычно Предупреждают Человека О том Что надо Вести Правильную Жизнь И В них Рассказывается Что душа Попадает В ад И как ей Там плохо Но есть Очень мало Духовных стихов Которых Наоборот Души говорят Что душа Ты Голодных Кормила Босых Одевала И Душа Кому Попадает В рай Вот Один из таких Примеров Духовного стиха Я как раз сейчас хочу исполнить Красное солнышко Да закатается Да и смертенька К душе Приближается Что она Милостивая Нажаланливая Подсекает У рабада Резвы Ноженьки Опущаются У рабада Белые Рученики Что буйная Его головушка С плеч скатается Да и душенька С телом Распрощается Ты Прости Копости На тело Белое А тебе Тело Да в земле Лежать А мне Душеньки На суду Стоять На суду Стоять Крепкий Ответ Держать Ох Пречистая Наша Богородица Ти Милостивая Йжалана Ливая Ти Услиш Поуслиш Наше Моление Ти Уведько Уведь Слизи Наши Горячая Ти Небось Небось Душенька Умоленная Ти На Вольном Святе Жила Богу Молилась Ти На Їх Душенька Одевала Ти Масих Душенька Обухала Да Да Алочущих Накормила Да И Жаждущих Напоила Да И Странных Внов Водила Богородица Слава И Держава Вовсе Веки Веком Аминь Сейчас Позвучит Очень Древний Стих Стих Который Встречается В рукописях 16 века Это Не Фольклорный Духовный Стих Это Духовный Стих Можно сказать Профессиональных Творцов Музыки Тех Людей Которые Сочиняли Богослужебные Песнопения В 16 17 Веках Записан Он Древнерусской Нотацией Знаменной Крюками Стих Восплачи Яку Петр Пятого Глаза Восплачи Яку Петр Восплачи Яку Мытарь Прибегни Яко Сын Блудный Умилися Яко Яко Ахав Прослезися Яко Блудница Зови Зови Яко Ханан Нея Предстой Яко Вдовица Молися Яко 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 Языки Я Смирися Яко Моносия Яко Яко Молися Яко Молися Яко Молися Стих Про Василия Кисаримского Молися Молися Он Господу Богу Тридцать Деду Церкви На Поперти У Престола Ай, Василия, великие гейзари, моски, чудотворец Молился он вас по дубову со слезами А Богородице молился со свечами Ай, Василия, великие гейзари, моски, чудотворец А с небеси ему глаз прогласила Ай, Василия, великие гейзари, моски, чудотворец А твои-то молитвы, яголютые стрелы К Кокос коду-богу прилетают Ай, Василия, великие гейзари, моски, чудотворец Ну и стих о былина, северная, финишская О мучениях святого Егоря Святое Егорье наверху сидит Наверху сидит, а да он стихи поет Все пустынские, да херуви моския Приходил Владимир Янище По святому Егорею Стало бы спрашивать Стало бы спрашивать, да Стало бы ведывать Ты, святое Егорье, ты в какую веру веруешь? Веру верую, да веру истину Самому Христу Царю Небесному Приказал Владимир Янище Святого Егоря попилы пилить Попилы пилить, да водопоры рубить А святого Егоря, да не берут пилить Не берут пилить, да не берут топоры Все ломаются, да еще рыбаются А на то демьянище осержается Осержается, да разбалуется А святое Егорье наверху сидит Наверху сидит, да да он стихи поет Все пустынские, да херубимские Приказал Владимир Янище Святого Егоря в погреба копать В погреба копать, да все глубокие Сорока сажена, да все печатные Как святого Егоря в погреба закопали Со восточною, да со сторонушки Поднималась, да туча грозная Туча грозная, да непорозная Со мелким дождем, да со погодою Все желтые пески, да при развеяло Все руками нее да разворотило Выходило Егорье на святую Русь А святое Егорье наверху сидит Наверху сидит, да да он стихи поет Все пустынские, да херубимские Я Спасибо Полина Терентьева, город Москва И в завершение нашего сегодняшнего концерта Я хочу пригласить на эту сцену Не, так сказать, нежданного Но очень радостно, что все-таки Дмитрий Парамонов приехал к нам и не один Дмитрий Парамонов Своих спутников он представит Вот, собственно говоря, думаю, что это будет Правильной точкой Сегодняшней части нашего Мармезонского лета Дмитрий Парамонов Здравствуйте, с праздником, с Днем Города С фестивалем Гусли Мира Второй же фестиваль Очень добрая, хорошая традиция Где люди могут приехать послушать гусли Разных гусляров Будем надеяться, что фестиваль еще больше вырастет В будущем я хотел бы представить Антона Явланова, город Ярославль Шлемовидные гуслы И Полина Грановская Крыловидные гусли Вот они сейчас исполняют песню Ярославской области Ну, они сами расскажут Здравствуйте Песня «Туман при долине» Ярославский Записана в Ярославле была Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо Сейчас вы видите гусли сделаны по Субтитры подогнал «Симон» 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 А с дроду я во жары сыплется. А с дроду я во жары сыплется. Тут взлякнулась королевночка. Тут взлякнулась королевночка. Ах, упала же она на коленочки. Тут упала же она на коленочки. Як и стала же она, Бога просите. Як и стала же она, Бога просите. Ай, почелый же Господь, да всю правду я. Ай, почелый же Господь, да всю правду я. Ай, по славу же Господь, да святого Юрье. Ай, по славу же Господь, да святого Юрье. Ай, горы копьем по востри шага. Ай, горы копьем по востри шага. Ай, горы коня, по сильней шага. Ух, горы коня, по сильней шага. Юрье на гору, а смог пады гору. Юрье на гору, а смог пады гору. Юрье копьем, а кунь копытом. Юрье копьем, а кунь копытом. А били-били они, поганала смока. Ай, били-били же они, поганала смока. Ай, за чепи в смока, за крутые оруги. Ай, за чепи в смока, за крутые оруги. Поведем и смока на показания. Поведем и смока на показания. Поведем и смока на показания. А грешным мы людям на покаянии 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 Субтитры делал DimaTorzok Сейчас как раз отзванивает нам Вот там микрофон еще берите Ира Вот напоследок мы еще споем с вами вместе Там стояло в поле древо Там стояло в поле древо Тонко-высокая Тонко-высокая Тонко-тонко-высокая Листом широкая Листом широкая Корнем глубокая Корнем глубокая Подъезжали к этой древе Субтитры делал DimaTorzok 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Спасибо! До завтра! Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok